Сезон национальной хоккейной лиги набирает обороты. Начинают вырисовываться турнирные расклады, становится понятно, в какой форме находятся игроки и уже видны первые неудачники. За прошедшие две недели в НХЛ произошло много событий, о которых мы хотим вам рассказать. Карантин для русских игроков Вашингтона, голевое пиршество Макдэвида и Драйзайтли и подвиги Кирилла Капризова. Обо всем этом и не только в нашем обзоре второй и третьей недели НХЛ. Вы на канале Спорт Ток, будет интересно, погнали! Хотим начать с одного из самых жарких матчей прошедших недель. Встречи между Оттавой и Эдмонтоном. Нефтяники победили 8-5, но это не главное. Леон Драйзайтль вошел в историю клуба, став первым игроком за 34 года, кому покорились целых 6 голевых передач за одну игру. Рекорд, разумеется, принадлежит Уэйну Грецке с 7 передачами. Конор Макдэвид тоже в стороне не остался 5 очков за игру. Итого 11 баллов на двоих. Потрясающий перформанс дуэта из Альберты. 21 января хоккейную общественность всколыхнула сообщение о том, что 4 игрока Вашингсона отстранены от игр НХЛ. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов нарушили протокол безопасности и общались без масок. Лига оштрафовала клуб на 100 тысяч долларов, а наши ребята были вынуждены пропустить несколько матчей. Правда, гнев лиги быстро прошел, и русская диаспора вскоре вернулась на лед, а Овечкин отметился победной шайбой в овертайме матча с Бостоном. Кстати, об овертаймах. 30 января в НХЛ случилось историческое событие. Впервые в один день победными шайбами в дополнительное время отметились сразу три первых номера драфта. Сидни Кросби принес победу Питтсбургу над Рейнджерс, Овечкин дожал Бостон, а Конор Макдэвид отправил отдыхать Торонто. Также стоит отметить, что все эти голы были заброшены с интервала всего лишь в 12 минут. После гола Кросби в раздевалке Рейнджерс было не все спокойно. Как сообщается, защитник клуба Тони Де Анджело подрался в подтрибунном помещении с российским вратарем Александром Георгиевым. Клуб мгновенно выставил Тони на драфт отказов, но не подтвердил достоверность информации. При этом сам Де Анджело хочет, чтобы клуб лучше расторг с ним контракт, чем спускал в низшие лиги. Сам защитник закончил по встрече с показателем полезности минус три. И еще немного о первых номерах драфта. Нападающий Рейнджерс Алексис Лафренье забросил первую шайбу в НХЛ. От рук канадца пострадал Баффало. Для дебютного гола Алексису потребовалось восемь матчей. Отметился первой шайбой и другой молодой канадец Дилан Казанс. От его убойного кистевого разводил руками уже Вашингтон. Молодые звезды начинают набирать форму и это не может не радовать. Прекрасно идут дела и у нашего новичка Кирилла Капризова. За десять матчей в составе Миннесоты Капризов набрал уже восемь очков. Это лучший показатель среди дебютантов лиги. Причем сам клуб выглядит достаточно блекло и самая яркая вспышка в нем как раз Капризов. Советуем и вам повнимательнее последить за нашим талантом. Евгений Малкин вошел в историю Питтсбурга. Голевая передача в игре против Рейнджерс позволила нашему форварду выйти на чистое третье место по очкам за пингвинов. Теперь в активе Малкина 1080 очков за клуб. Больше только у Сидни Кросби и Марио Лемье. Напоследок давайте заглянем в турнирную таблицу. В восточном дивизионе лидерство продолжают удерживать Вашингтон и Филадельфия. Немного подтянулся Питтсбург, а вот у клубов из Нью-Йорка все не так радужно. В центральном дивизионе мощно стартовали Флорида и Даллас, пропустившие начало сезона. Уверенно идет и Коламбус. В аутсайдерах предсказуемо Детройт. В западном дивизионе клубы из Калифорнии по-прежнему находятся внизу. Лидерство за Сент-Луисом и Колорадо неподалеку расположились Миннесота и Вегас. В северном дивизионе наверху остается Торонто, а вот Оттава опустилась глубоко вниз после восьми поражений подряд. Очень плотно идут Монреаль, Ванкувер, Виннипек и Эдмонтон. И, конечно, не забудем про таблицу бомбардиров. Лидирует дуэт из Эдмонтона Конор Макдэвид и Леон Драйзайтель. Следом немного неожиданно Митч Марнер с пятнадцатью очками, Нейтан Маккинон, Никлас Бэкстром и Джеймс Ван Римсдайк. А дальше сразу одиннадцать игроков с одиннадцатью очками. Лучший из россиян пока Артемий Панарин. У него девять очков, за ним Денис Гурьянов и Кирилл Капризов с восемью баллами. Друзья, вот такой короткий, но информативный обзор у нас получился. Напишите в комментариях, хотелось бы вам видеть такой формат роликов каждую неделю. А также ставьте лайки под этим видео, если вам понравилось. Уже совсем скоро мы порадуем вас традиционными подборками лучших голов и сейвов прошедшего месяца. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. С вами был Спорток. Услышимся! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!